Ну что ребятушки, давненько не было обожаемой многими рубрики. Я вас услышал, я к вам прислушался, затягивать не буду. Плагиат или совпадение, 42 часть. Приятного просмотра. А знаете что? Раз уж новых выпусков не было относительно давно, то... сыграем? Думаю это будет легко. Поехали. Давайте, чтобы было еще нагляднее, вместо повторения я покажу вам продолжение припева. Правильный ответ Бон Джови. Но не переживайте, если вы ответили Бонни Тайлер, то это тоже верно. Сначала покажу, а потом уточню. Мы уже говорили об этом, но на всякий случай еще раз для тех, кто пропустил. Песня написана композитором-хитмейкером Дезмондом Чайлдом. Сначала он отдал ее певице из Британии. А потом, когда ему показалось, что она не смогла до конца раскрыть весь потенциал его произведения, он отдал ее и ребятам из Бон Джови. И Эйва Макс ему тоже платит. Хорошо устроился, но... Этим товарищам вроде как Дезмонд ничего не продавал. Честно говоря, я даже и не помню, когда в последний раз у нас тут появлялись самоповторы. Однако на сегодня один такой пример в арсенале имеется. Причем довольно свежий. И как вы уже поняли, речь идет о великолепной, сочной и новой имбовейшей работе реверсов. Эту песню необходимо зарегистрировать как оружие, но нельзя не отметить предфинальный дроп очень сильно похоже на то, что они уже как-то делали ранее. Прям такой шаблончик. Эмоциональный крик. Чуть более размеренные гитарки с 1-2-3 концовочкой. И чуть более сложный ритм. Быть может это какая-нибудь концепция, но врать не буду, не в курсе. А вообще реверсы очень клевая команда, которая из раза в раз выдает какой-то невероятный уровень качества. Если вы раньше их не слушали, рекомендую ознакомиться. А как известно, хорошей музыки хорошие наушники. Например, FW5 от компании FIO. Это высокотехнологичные беспроводные наушники, с качеством звучания и скоростью передачи, как у проводных хай-фай устройств. Звук реально объёмный. Особенно порадовала чистая передача высоких. Бас долбит, ударный стрекочет, всё звучит сбалансировано. И в совокупности огонь, и каждый отдельный инструмент при желании распознать можно. То есть в кашу ничего не превращается. Прям можно заметить, кто реально старается при сведении своих треков, а кто... Ладно, и так сойдёт. Хочется слушать и слушать, снова и снова. Мне аж после моей предыдущей гарнитуры захотелось прогнать весь свой плейлист в новом звучании. И какой же каэф, что помимо стильного внешнего вида, от них не устают уши. Это очень важно. Всё выглядит весьма достойно и солидно. Все необходимые ссылки в описании. Король и шут. В предыдущем ролике, который был посвящён нашумевшему сериалу, я спросил у вас, хотите ли вы увидеть документалку о горшке? На что вы ответили утвердительно. Но об этом чуть позже. И в рамках подготовки я решил прогнать всю дискографию коллектива, включая материал, написанный во время работы над зонгоперой «Тодд». Её пели два голоса, мужской и женский. Мужской предлежал, естественно, Мишке. Гитарное вступление трека «Христова невеста», для которого написал музыку брат Михаила Алексей, сначала напомнило мне легендарный перебор, придуманный Дэйвом Мастейном, использованный также и его бывшими сокомандниками в песне «Зов Ктулху». Но потом меня осенило. Есть такая группа UFO. Ребята внесли огромный вклад в развитие тяжёлой музыки, повлияв и на того же Дэйва, и на ту же Металлику. Так вот, у них есть произведение, которое, если чутка замедлить, один в один вступление невесты. Мискузи. Вынужденная пауза из-за авторских прав. Сами видите, даже пришлось делать небольшую паузу, ибо YouTube определял два трека как один. Для полной наглядности вот вам ещё и наложение. А насчёт биографии я вас понял. Очень постараюсь. Никакие даты не обещаю, но планирую сделать и отдельно биографию самого горшка, и рассказать историю коллектива. Как и выкатить обзор всего сериала, когда он закончится. Потому что эмоции одолевают, причём не всегда положительные. Но опять-таки это лишь первые эмоции, дождёмся концовки. Разнообразие ради совпадения в клипах. Сегодня их будет два. Сначала посмотрим, а потом расскажу всякое. Короче, я понимаю, что концепция «Стоим, играем на природе» не самая гениальная, чтобы её воровать. Но здесь всё выглядит как в том меме с... Только не списывая один в один. Вплоть до цвета волос. А оригинал им точно хорошо известен. Во-первых, они работают в одном и том же жанре, в котором Арченами являются далеко не последними людьми. А во-вторых, ну они даже их в тегах к своему клипу указали. То есть точно в курсе. Здесь всё достаточно легко и просто. Когда мне скинули этот трек, то всё сразу стало понятно без слов. Хотя слова всё же встречаются. В комментариях под песней. В контексте сравнений с легендарными Депиш-мод. Тут как минимум неудивительно. Стив, фронтмен коллектива, неоднократно признавался в любви Депишам, отмечая их влияние. По его словам, первый концерт в его жизни, где он побывал, был их концертом. А Дэйв Ганн — герой и ориентир. Стив даже какое-то время стригся, как его кумир. Ребятушки, сейчас лаконично хорошо, потому что следующий пример, если вы давненько следите за каналом, вас очень порадует. А пока совпадения в треках Глена Данцига, Бати из Мисфитс и группы Лорди. Все, продолжаем. Сейчас будет весело. Кража — только способ выживать. И я краду. Саплив, чарный страх, а слезы смерти в гребене в ночь. Алиса! И снова здравствуйте. Я бы сказал, чувствуете себя как дома, но учитывая то, сколько раз они уже к нам заглядывали, это и так само собой разумеющееся. И раз пошла такая пляска, сыграем-ка еще разок. Должен признаться, я вас обманул, каюсь, включив вместо просто отрывка их песни отрывок сразу с наложением. То, что вы сейчас прослушали, это не совсем Алиса, это Алиса плюс Баста. Да, и Баста здесь бывал, причем с этим же треком, но не настолько явно и не так часто. Led Zeppelin, Black Sabbath, Rammstein, Emigrate и вот теперь Василия Вакуленко. А Алиса, между прочим, рекордсмены по сборам донатов на новые альбомы, так что не мне им рассказывать, они что-то дознают. А теперь прям концептуальненько. И там вступление, и здесь вступление, и та группа из Германии, и другая. Еще раз, на всякий случай, я не могу показывать отрывки длиннее, а то иногда пишут, блин, ну это ж всего там 5-6 секунд, почему не 28 минут? Не могу. Но это и не важно, потому что гитарный риф, как правило, повторяется. Какая разница, ты услышал один такт, два такта или 15 одинаковых тактов. Еще один плагиат в клипах, последний на сегодня. Чтобы вы понимали, мне сначала скинули этот видос, а потом нойза. И первая мысль была что-то вроде, ну, понятненькая, понятненькая. А потом я такой, оу, что? Как выяснилось, клип Ивана, тот самый знаменитый, из окна гостиничного номера своего, был опубликован раньше. Не удивлюсь, если позже выяснится, что Иваня не был первым, слишком уж высмеиванию телека много лет, но пока имеем то, что имеется. Дополнение примера, который уже дополнялся. Мы выяснили, что припев Нека подозрительным образом похож на сам 41. А куплеты немного напоминают Бон Джови. Однако работа, которая появится сейчас, вышла еще позже. Как-то так. Ну а на сегодня все, ребятушки. Заглядывайте к нам и в другие соцсети, у нас вроде как уютно и лампово. И если будет желание и возможность, подписывайтесь на Бусти. Там выйдет расширенная версия ролика без заморочек с авторскими правами, и вы услышите, как длилась эта запись. Это было очень больно. У меня раскололся нахрен зуб так, что как будто во рту лезвие я просто изрезал, блин, себе язык. Прошу прощения, если местами артикуляция была не столь уверенной. Кровяка и боль. Вам желаю крепкого здоровья. Слушайте хорошую музыку и пока-пока. Продолжение следует...